дорогие друзья добрый день вы меня видите слышите рад вас тоже видеть всех сегодня по давней и хорошей замечательной традиции в нашей стране отмечается татьянин день я от всей души поздравляю вас всех учащихся студентов аспирантов отечественных вузов да и выпускников разных лет с праздником российского студенчества желаю успехов в жизни в учебе в профессии разумеется обязательно сегодня это особенно актуально крепкого здоровья вам вашим родным близким друзьям любви вы люди молодые все любви и надежных хороших друзей пользуясь этой возможностью хочу вас поблагодарить за настойчивость выдержку готовность учиться осваивать новые знания даже в сложных условиях эпидемии конечно мы уже об этом говорили не один раз понимаю что в прошедшие прямо скажем непростые месяцы вам недоставало захватывающие неповторимые увлекательные студенческой университетской атмосферы уверен что если не все то подавляющее большинство соскучились по прямому общению с друзьями с наставниками но хочу подчеркнуть что и вы и ваши преподаватели действительно как одна команда делали все чтобы лекции семинары экзамены словом весь учебный процесс продолжались вместе решали возникающие проблемы они конечно же всегда есть и случались в этот период времени знаю что не везде для дистанционного обучения в полном объеме хватало технических возможностей нужного оборудования да и скорости связи все это хорошо в интернете видели как люди по деревьям лазили там для того чтобы свет наладить были объективные сложности с организацией практических занятий да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения на обеспечении контроля знаний уверен что вместе с преподавателями вы обязательно наверстаете то что упущено если эти упущенные моменты есть и здесь вновь повторю что переход на полностью удаленный дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой там где он был введен связанные как мы все понимаем с распространением коронавируса сейчас мы обладаем тоже уже известные эффективными вакцинами они в 13 странах уже зарегистрированы в целом в эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие у нас уже количество тех кто выздоровел больше превышает количество тех кто заболел и количество инфицированных снижается вот уже стало меньше двадцати тысяч и кстати говоря в московским властям тоже спасибо большое их усилия не проходят даром и в москве ситуация выравнивается это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения возвращаться к нормальному учебному ритму при этом конечно же нужно обязательно использовать полученный опыт все лучшие наработки и практики наращивать цифровой потенциал наших университетов и вузов кстати хорошо что мы в свое время сделали необходимый задел для этого для того чтобы отечественное высшее образование соответствовало вызовам эпохи бурных технологических изменений наверняка об этом еще сегодня поговорим и главное открывала новые возможности для молодежи на всей территории страны для нашей огромной по территории страны чрезвычайно важно иметь такую возможность как онлайн обучение я убежден что вы талантливые умные целеустремленные и амбициозные люди воспользоваться этим самым лучшим образом и что называется будете чувствовать будущее будете ставить перед собой действительно значимые цели и осуществите все свои мечты много раз говорил еще раз хочу повторить все зависит от вас имея ввиду ваш потенциал значит это у вас все получится все что вы задумали своих замыслах и позитивных начинаниях в работе обязательно найдете поддержку и со стороны общества и государства насколько я знаю в сегодняшней нашей встрече участвуют студенты которые представляют вузы в разных регионах страны это федеральные и научные исследовательские университеты высшие учебные заведения где готовят будущих инженеров врачей педагогов тренеров и музыкантов если вспомнить историю то и в дореволюционный и в советской россии революционный советский период наша страна древние молодые города ее по праву гордились целым созвездием таких сильных самобытных научно-образовательных центров созданные здесь школы успешно конкурировали и конкурируют а то опережают столичных коллег играли и играют огромную роль в подготовке кадров в решении технологических задач в развитии всей страны и вы знаете не раз об этом говорил что укрепление качественное наращивание потенциала сети современных вузов на всей территории россии безусловно относится к одному из наших приоритетов эта работа уже идет обязательно будет продолжена сегодня мы наверняка обсудим некоторые проблемные вопросы задачи но и о некоторых шагах хотел бы сказать уже сейчас мы уже увеличили количество бюджетных мест в вузах в предстоящем учебном году дополнительно будет выделено еще почти 34 тысячи бюджетных мест и отмечу что преимущественно их получат вузы в регионах российской федерации таким образом в общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60 процентов выпускников российских школ будем наращивать число бюджетных мест эти число выпускников школ в ближайшие годы у нас будет расти благодаря тем позитивным результатам которые в свое время дали наши программы поддержки семьи рождаемости демографического развития доступность высшего образования крайне значимый вопрос с точки зрения развития общества и страны обеспечение справедливых и равных возможностей для самореализации человека но не менее важный и качество наполнение образования его современный уровень успешно учеба в вузе призвана открывать путь профессиональному и жизненному успеху этот лифт должен быть работать чтобы вы получали не просто диплом а были в полной мере востребованы на рынке труда хотя звучит так не очень хорошо на рынке труда быть востребована на рынке быть востребована но вы понимаете о чем я говорю чтобы вы могли устроиться на интересную достойную оплачиваемую работу двигаться вверх тоже в хорошем смысле этого слова по карьерной лестнице повышать достаток своей семьи заботиться о будущих детях которые обязательно у вас должны быть и наверняка будут это отдельная песня отдельная страница будет вашей жизни главное чтобы вы были уверены в своих возможностях и перспективах и в этой связи хотел бы проинформировать вас что в конце прошлого года в государственную думу внесен проект федерального закона который значительно расширяет автономию вузов формирование образовательных программ студента могут получать несколько квалификаций после второго курса менять профиль обучения переходить в своем вузе на другие факультеты и программы уверен вы ждете таких решений поэтому эти положения должны вступить в силу не позднее лета и прошу федеральное собрание ускорить работу над этим законопроект это еще не все 2021 год в россии объявлен годом науки и технологий это безусловное признание заслуг наших ученых инженеров колоссальные роли знаний инновации для жизни людей для развития наших территорий городов и населенных пунктов уверен именно университеты должны стать настоящими центрами научного технологического развития субъекта федерации объединять вокруг решения практических задач студентов аспирантов сильных преподавателей профессоров специалистов предприятий компании все вместе в одну команду должны быть направлены и там должны работать чтобы привлечь заинтересовать таких молодых талантливых людей предстоит укрепить и исследовательскую базу вузов в целом модернизировать инфраструктуру построить общежития наверняка будет об этом будем об этом сегодня говорить спортивные социальные объекты и безусловно надо благоустраивать города создавать условия для досуга отдыха для реализации деловых и творческих общественных инициатив словом обеспечить современные стандарты для учебы жизни для успешного еще раз хочу это сказать карьерного старта чтобы и вы и ваши ровесники добились успеха на стране и на своей малой родине там где вы родились выросли знаете на народе говорят там где родился там и пригодился и в этом огромная народная мудрость чтобы благодаря вашей энергии напору таланту региона нашей большой огромной страны могли динамично развиваться я на этом бы наверно вступительное слово закончил и предлагаю обсудить интересующие вас вопросы пожалуйста прошу вас представляйтесь пожалуйста расскажите о себе о своем учебном заведении ну и если есть какие-то вопросы с удовольствием на них отвечу во всем случае постараюсь это сделать прошу вас сабина незамеевна пожалуйста да это казанский государственный медицинский университет добрый день момента сабина казанский государственный медицинский университет владимир владимирович огромное значение для студентов физиков имеет практика практическая подготовка в казанском государственном медицинском университете уже несколько лет для студентов выпускного 6 курса существует возможность для прохождения практической подготовки направляться такие города как альмитиска набережные челны ребята которые проходят практику таким образом подключаются к семинарам и лекциям на образовательном портале университета а так течение целого дня они работают в поликлиниках и стационарах этих городов под руководством наиболее опытных врачей это прекрасная возможность получить практические навыки которые так необходим будущему врачу и также это позволяет изучить медицинские возможности этих городов зарекомендовать себя в коллективе в лечебных учреждениях и возможно решить вопрос о будущем трудоустройстве мы со студентами и преподавателями нашего университета который курирует этот проект мы обсуждали возможность расширения такого формата подготовки с вовлечением и других городов например я сама из города бугульмы но моем городе пока нет возможности пройти такую подготовку и связано это в том числе с финансовыми ограничениями рекомендации министерства здравоохранения россии он наставничестве системе здравоохранения действует настоящий момент только в отношении молодых специалистов владимир владимирович как вы считаете возможно ли в этот документ добавить и студентов тоже это позволило бы учитывать работу врачей по обучению студентов как наставничество и соответственно это давал это бы учитывалось как дополнительная работа которая бы давала право на материальное моральное стимулирование спасибо но во первых сабина хочу воспользоваться вашим вопросом и тем что вы сейчас появились на экране хочу поблагодарить студентов аспирантов преподаватели высших учебных заведений которые откликнулись на призыв государства на призыв министерства здравоохранения и активно работали и продолжают работать в ковидных центрах замещают там где это возможно по уровне их подготовки врачей которые вынуждены переквалифицироваться на работу с людьми которые нуждаются в помощи как я уже сказал вот у нас по сравнению кстати говоря с другими странами где сейчас наблюдаем резкий всплеск у нас наоборот сейчас все идет к нормализации ситуации это кстати говоря достигнуто благодаря усилиям в том числе и студентов аспирантов и преподателей вузов которые работают в больницах так что вам всем огромное спасибо вы знаете мы постарались даже вести определенные формы скромного но все-таки стимулирование и материальной поддержки на и студенты это касается студентов высших учебных заведений и средних учебных заведений медицинских вот но это вот благодаря всем нашим врачам и благодаря студентам такой результат у нас достигается но что касается наставничества да действительно она там сейчас применяется как пилотный проект но безусловно ну что мне говорить вы становитесь специалистами же понимаете это та сфера то область где без практических навыков очень трудно добиться хороших результатов в работе поэтому конечно вот этот элемент наставничество он на мой взгляд в медицинской сфере очень важно понятно что там не аспирантура существует и натуры и так далее и так далее но вот сама практическая работа она чрезвычайно важна поэтому думаю что вопрос с вами поставлен правильно и буду рекомендовать министерство здравоохранения ввести вот этот институт наставничество здравоохранения в целом широко с определенный с определенным материальным стимулированием тех кто занимается этой работой очень важно вам спасибо большое спасибо вам пожалуйста алина ринатовна гораева казанский госмедицинский университет у нас все из медицинского университета сегодня да пожалуйста алина какие в прошлом году в нашем университете построили новое общежитие для студентов однако студенты в это общежитие еще не заехали поскольку здание было предоставлено медицинским работником казани работающим в красной зоне студенты с пониманием относятся к данной ситуации мы считаем себя частью медицинского сообщества и гордимся тем что сегодня все в университете профессора ординаторы студенты работают вместе с медиками и даже наше общежитие служит делу борьбы с ковид однако вопрос общежитиями остается сложным у нас в университете обучается очень много иностранных и иногородных студентов каждый четвертый студент из регионов россии у нас есть общежития разных исторических эпох начиная тех что были построены для революции семнадцатого года сталинки хрущевки до построения последней четверти двадцатого века на наш взгляд старые пятиэтажки уже бесполезно ремонтировать и как мне кажется нельзя пристроить под современные стандарты но они имеют хорошую локацию уважаем владимир владимирович как вы считаете может быть для таких исторических университетов как наш ему 206 лет есть смысл создать специальную программу реновации общежитий спасибо да ну алина вы знаете я ничего нового не скажу конечно одна из таких серьезных проблем остающихся до до сих пор это обеспеченность жильем и общежитиями для студентов она стала она стала более острой даже может быть в последние годы потому что потому что вот эта система егэ которая вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех кто со стороны тех кто не приемли такую форму выявления знаний и поступления высшеучебных заведений там критика действительно справедливая и эта система егэ как вы знаете модернизируется во многие вузы она уже эта система является смешанной проверяются знания на олимпиадах на собеседованиях и так далее но я к чему это говорю к тому что потому что есть и плюсы тоже уже упоминал об этом неоднократно плюсы заключается в том что ребята девушки с периферии в большем количестве стали поступать ведущие вузы вузы страны не только там в петербурге и москве но и в другие ведущие вузы на других территориях россии и конечно в этой связи потребовалось большее количество большее количество мест в общежитиях мы за последние годы 30 тысяч вместо веленого в общежитии за 19 и 20 годы на эти цели направлено было свыше 12 миллиардов рублей но до двадцать и четвертого года планируется свыше 27 миллиардов рублей не уверен что этих средств будет достаточно поэтому нужно безусловно из нескольких источник привлекать средства федеральные деньги как о которых я уже упомянул до двадцать четвертого года больше 27 миллиардов рублей региональные средства надеюсь тоже будут использоваться особенно по региональным вузам учебным заведением но и частного государственного партнерства тоже было бы здесь не лишним почему потому что крупные наши компании предприятия которые заинтересованы в получении на получение хороших специалистов конечно могли бы и должны бы на мой взгляд подумать о том в каких условиях они живут на и на мой взгляд это чрезвычайно важно вот имея ввиду все эти источники финансирования на надеюсь что удастся и решать проблему на проблему общежитий в том числе и вот в вашем учебном заведении конечно там какие-то объекты уже наверное невозможно ремонтировать их нужно просто нас носить или это должна быть настолько глубокая реновация да что она должна создавать совершенно новую среду обитания что называется вот обязательно будем поэтому пути двигаться нет никаких сомнений буду всячески способствовать тому чтобы это делать большими темпами даже чем и до сегодняшнего времени вы на каком курсе учиться вы на каком курсе на шестом курсе то есть вас это уже не очень наверное интересует у вас сколько 6 6 курсов не будете работать не будете работать а я бы хотела поступить в ординатуру по направлению гипотология дальше обучаться спасибо большое понимаю понимаю да я понял поскольку вы собираетесь дальше учиться то проблема с опишетим остается для вас актуально понимаю постараемся по по будем работать в этом направлении как я уже сказал вам удачи рександж да века рександж так точно верно привет здрасте здравствуй владимир владимирович здарова от лица студентов своих коллег я хотел бы задать такой вопрос территории университета совместно с учениями научными корпусами и общежитиями образует кампус университета и есть несколько предложений по его развить фактически многие студенты и многие студенты проводят большую часть своего времени на территории среде университета и нагородние студенты проводят здесь все свое время и потому в этой среде должны формироваться идеи и опробироваться решения влияющие на развитие города региона и даже страны и качество этих идей так или иначе связано с тем какой будет кампусная среда сейчас во многих университетах появляются новые направления подготовки и специализации которые требуют новых форматов обучения и новых помещений некоторые нынешние учебные здания и аудитории уже не соответствует новым форматом а как вы смотрите на то чтобы сформировать и реализовать программу по строительству не только студенческих общежитий но и университетских кампусов ведущих региональных вузах страны можно было бы взять два или три университета в качестве пилотных и накопленный опыт распространить на вузы других регионов также хочется сказать что в связи с коронавирусной ситуацией проведение некоторых мероприятий форумов фестивалей находится под запретом а студенты нуждаются в введении вне учебной деятельности и в связи с этим такой вопрос возможно ли возобновление культурной и общественной деятельности для студентов которые пройдут вакцинацию или которые получили антитела каковы сроки и перспективы возобновления такой деятельность спасибо веке вопрос безусловно важный он близок к теме которых мы которых мы говорили только что но он конечно пошире потому что кампус это не просто общежитие это среда обитания в широком смысле этого слова кстати говоря и в еще в советское время предпринимались попытки создания таких кампусов но вот ленинграде петербурге где жил там целые студенческие городки строились уже и там были уже попытки создания вот такой студенческой среды в москве тоже самое делалось это в других городах это безусловно очень важно интересно и перспективно именно создание такой атмосферы атмосфер среды как где молодые люди студенты аспиранта могли бы не просто жить а могли бы и заниматься там могли бы быть и лаборатории какие-то расположены должны и могут располагаться на объекты связанные с проведением свободного времени спортивные сооружения и так далее таки повторяю попытки предпринимаются и на мой взгляд это не только перспектива это нужно делать нужно делать уже сейчас то есть тем чтобы жизнь была более полный у человека тем более у молодого человека с тем чтобы он время мог проводить и с удовольствием и с пользой и не было бы необходимости куда-то там тащиться для этого за тысячу верст и тратить час часы тратить на на транспорт поэтому у нас есть уже так называемые креативные группы в составе администрации президента правительства администрации и правительство этим занимаются с привлечением самих студентов вот это следующая ипостась что называется нужно не просто создавать эти кампусы но и привлекать самих студентов аспирантов особенно конечно это касается студентов аспирантов в строительных архитектурных направлений и это повторяю еще уже делается ваши коллеги студенты аспиранты принимают участие в развитии городов я уже сейчас боюсь просто чего-нибудь напутать но на свыше десятка таких проектов с участием молодых специалистов студентов старших курсов и аспирантов реализуются на территории российской федерации по моему где-то в 13 регионов тряносто точках безусловно это нужно применять и к студенческим кампусом о которых сейчас сказали обязательно эту практику будем расширять идея правильная спасибо вам спасибо но в это вы же не архитектурой не занимается до вас самарский национальный исследовательский университет да у вас специальность а самолётостроение очень интересное направление у нас отличные компетенции особенно особенно в военном самолётостроении это вы знаете наверняка уже лучше меня лучшие мировые образцы военной авиационной техники создаются именно вашими коллегами уже старших поколений конечно на и мы безусловно гордимся самолетами мигами сухими ну и так далее яковлево и так туполево и так далее и так далее но и на и гражданское авиастроение сейчас развивается стараются нам мешать я уже об этом говорю вот создается у нас среднемагистральный самолет мс-21 чуть ли не не на каждом шагу палки в колеса вставляют там с помощью тех же санкций но ничего мы постепенно постепенно там даже если приходится что-то вправо сдвигать по графику производства все равно делаем и будем это делать чем делать будем успешно это та отрасль которая не просто сама по себе является высокотехнологичные она сразу создает технологичные рабочие места в десятки смежных смежных отраслей это касается и самолётостроение вертолёт настроение беспилотной техники которые шире и шире применяется во всем мире у нас тоже будет применяться и дальше так что я поздравляю вас с этим выбором желаю вам успеха спасибо так пожалуйста кто еще хотел бы что-то сказать вот комарова александ комаров александр витальевич до смоленской государственной академии физической культуры сэш пожалуйста добрый день владимир владимирович меня зовут комаров александр мастер спорта по легкой атлетике и член сборной россии и студент второго курса индивидуальных образовательных технологий вы владимир владимирович являетесь председателем совета по физической культуре и спорту на котором принимаются все системные решения по развитию спорта в нашей стране благодаря одному из них в нашей академии появилась супер современная спортивная где проводятся всероссийские а также студенческие соревнования и спортсмены со всей страны имеют имеют возможность принять участие на спортивных площадках спасибо огромное за это однако имеется определенные трудности студенческой саша извини пожалуйста а что у вас что у вас появилась какая инфраструктура появилась в вашем учебном заведении вот вы сейчас сказали что появилась современная инфраструктура что конкретно супер современная спортивная база на которой мы можем тренироваться учиться ну что там у вас ну что это мелкотлетическая арена так раз что еще теннисный корт стадион бассейн построили ледовая арена да бассейн построили ледовая арена баскетбольный корт волейбольный корт еще для пляжного волейбола корт опять же и футбольное поле супер полный набор да так и есть а у вас какая специализация какая специализация в легкой атлетике многоборье то бегаете плаваете да что не 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 бегаю прыгаю метаю трукаю все вместе здорово так пожалуйста слушаю ваш вопрос или пожелание или предложение да однако имеются определенные трудности в соревновательной деятельности по сложившимся ситуациям спортивные мероприятия проводятся по разным видам спорта в разных городах страны и одним из важных вопросов для узловских команд участниц становятся расходы расходы на проезд расходы на питание расходы на жилье а также спортивную форму и инвентарь вот на эти расходы всегда денег не хватает в связи с этим есть вопрос возможно ли подумать о государственной бюджетной поддержке таких видов расходов на студенческие спортивные команды их поезд проезд питание а также проживание спасибо ну вот вот саш видите манеж построили стадион футбольные значит бассейн что еще там ну много всего я так услышал построили это дает возможность добиваться хороших результатов чтобы соревноваться нужно куда-то ездить сразу возникает все у нас цепочка такая все одно связано с другим это уже недостаточно теперь нужно нужна форма оплата билетов значит проживание питание и так далее ну конечно это надо делать конечно если уж построили такие сооружения то на на форму и на проезд можно найти деньги кстати говоря и не знают надо посмотреть нормативную базу можно на эти цели направлять и в небюджетные средства самих высших учебных заведений вопрос только приоритетов на что направлен но я думаю что физическая культура спорт безусловно должны такими приоритетами быть в любом вузе а не только в специализированном как у вас поэтому будем дальше я поговорю сейчас насколько это возможно в рамках федерального бюджета там дополнительные средства выделять но и по линии соответствующего министерства ведомства такие средства можно предусмотреть обязательно с коллегами на этот счет переговорю но и хочу обратиться к руководителям высших учебных заведений тоже не жадничайте пожалуйста на это из своих доходов небюджетных доходов пожалуйста тоже предусматривайте деньги на цели о которых сейчас только было сказано саша будем смотреть на это хорошо нет вам вам спасибо за вопрос и хочу пожелать вам успехов у вас ближайшие старты какие где будете выступать вы член сборной команды кубок москвы 27 28 января ну кубок москвы это серьезные соревнования это серьезные ну довольно вам как вам как член сборной команды россии вы член сборной команды россии да здорово когда уже стали член сборной команды россии 18 лет после чемпионата европы как выиграл до 18 лет здорово поздравляю вас с этим результатом результатом и желаю будущих успехов всего хорошего спасибо вам успехов так какие то вопросы может быть здесь вот есть люди которые записались но можете пожалуйста руку поднять и любые вопросы оставить те которые вы считаете нужными екатерина александровна пожалуйста уфимский госуниверситет здравствуйте уважаемый владимир владимирович меня зовут могучего екатерина я студентка третьего курса уфимского государственного нефтяного технического университета в направлении нефтегазовое дело мой вопрос связан с сетевым взаимодействием между вузами дело в том что сейчас для российской науки стоит очень важная задача разработки и внедрения в промышленность принципиально новых технологий которые могли бы решить проблемы российского производства однако по понятным причинам доступ к зарубежным разработкам и зарубежному оборудованию сейчас запрещен в регионах где мы собственно можем модернизировать то что у нас уже имеется просто не хватает квалифицированных кадров и вдобавок ко всему все больше абитуриентов сейчас уезжают из регионов учиться в столичные университеты регионы нуждаются в профессионалах и новаторах и для нашего развития для нашего движения вперед нам очень важно сетевое взаимодействие разноплановых университетов зачастую которые находятся в самых разных уголках нашей страны однако на законодательном уровне сейчас сетевая подготовка специалистов запрещена если у вузов нет лицензии на одинаковые направления подготовки и в связи с этим вопрос можно ли это ограничение этот барьер устранить спасибо да значит катя вопрос очень актуальный и очень важный потому что потому что нам я как уже говорил об этом нужно обеспечить безусловно подготовку нужных кадров на местах с тем чтобы молодые люди не уезжали в столичные города и не оставались потом там не знает чем заняться получали бы образование там где они живут и там же имели бы возможность трудоустроиться по специальности имея в виду рынок труда потребности рынка труда в этой связи в современном мире в современной системе образования вот это сетевое взаимодействие чрезвычайно важно потому что и открытия делаются на стыке дисциплин и подготовки сейчас ведутся часто на стыке различных дисциплин вместе с тем хочу вам сказать что никаких ограничений на уровне федерального закона наладить такую работу нет нет ограничений закон не запрещает это дело есть определенные ограничения на уровне так подзаконных актов это имеется ввиду различные нормативные нормы там соответствующих министерств и ведомств но закон не запрещает министерства ведомства вводят определенные ограничения в связи с тем что для определенного вида деятельности нужна нужна лицензия для вуза на ведение это это ведение значит конечно все сделать в рамках в рамках одного высшего учебного заведения готовить современных специалистов нужных экономики или различным социальным сферам на мой взгляд в современных условиях очень сложно или практически невозможно даже даже в крупных учебных заведениях поэтому вот это сетевая работа сетевая подготовка безусловно должны быть налажены должным необходимым образом я с вами полностью здесь согласен все что все что мешает такой работе безусловно должно устраняться но разумеется я думаю что вы с этим тоже согласитесь это должно быть сделано таким образом чтобы не понижать качество подготовки специалистов ну мы с вами понимаем что для того чтобы специалист был полноценным чтобы предприятие учебные заведения в будущем там научная какая-то организация взяла его она должна быть уверена в том что он готовился хоть и сетевым способом по какой-то узкой официальности но все кто его готовили люди высокого уровня профессиональной подготовки сами и имеют соответствующую лицензию повторяю еще раз все что формально мешает работе должно быть устранено но качество подготовки специалистов в сетевом формате которые получают образование оно должно быть обеспечено безусловно все сделают для того чтобы эта работа двигалась вперед а вопрос очень важный и вам желаю успехов вы чем занимаетесь как как будучи специалистом чем бы вы хотели заниматься вот в своей весьма важной сфере горно нефтяного дела я вот обучаюсь по специальности разработка нефтяных и газовых месторождений я очень хотела бы заниматься тем на что я собственно учусь и иду и дальше развивать эту отрасль у нас в стране вообще энергетика это я думаю это очень прогрессивно да да ну сейчас вот сейчас весь мир поглощен альтернативными источниками альтернативные источники энергии и все больше и больше возникает вопросов по применению и развитию углеводородного сырья вы как к этому относитесь ну мы от прогресса то не убежишь как говорится и нефтехимия она будет и дальше развиваться и я думаю несмотря на то что со временем мы ну неизбежно перейдем на альтернативные источники энергии сырье которое мы добываем для нефтехимии специалисты которые занимаются именно в нефтегазовой отрасли они все равно будут востребованы мне кажется так так я с вами полностью согласен во первых по по оценке экспертов причем не только наших международных объемы потребляемой энергии в связи с ростом экономики тоже будут увеличиваться больше будет конечно применяться альтернативных видов энергии но в ближайшие десятилетия структура потребления энергии вряд ли существенным образом изменится и все равно углеводороды будут востребованы на протяжении длительного периода времени это не значит что мы должны почевать на лаврах говорить что мы самые богатые здесь в мире по запасам газа и нефти поэтому мы ничем другим заниматься не будем нет мы занимаемся и будем заниматься и солнечной энергией энергии приливы и ветра и водородной энергетикой мы все это делать будем но если мы рачительно и по-современному будем использовать углеводороды а это тоже можно и нужно делать то конца экрана видно применению в практической жизни этого углеводородного сырья поэтому я думаю что выбор у вас сделан правильно и это очень интересная перспективная работа вам удачи хочу пожелать да пожалуйста вот я вижу поднятую руку там представьтесь пожалуйста Владимир Владимирович могу ли я задать вопрос касаемо вас меня я уже закончил закончил давно уже университет но тем не менее пожалуйста спасибо большое за возможность меня зовут Чемизов Данил я студент третьего курса фимского государственного нефтяного технического университета хотел бы начать с того что студенты сегодня не смотрят телевидение и основным источником информации является сеть интернет мы конечно понимаем что всему верить нельзя так как контент интернета абсолютно полярный но сейчас в топе видеохостинга youtube находится фильм расследования о том что у вас якобы имеется дворец в Геленджике Владимир Владимирович правда ли это да смотрите я не смотрел этого фильма просто за отсутствие свободного времени для просмотра такой такой информации но листал видео подборки которые мне помощники принесли сразу хочу ответить на ваш вопрос ничего из того что там указано в качестве моей собственности ни мне ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало никогда вот это первое второе что хотел бы сказать вам и вот тоже другим людям которые сегодня здесь на встрече присутствуют вы все люди молодые но у кого-то здесь уже есть где-то старших курсов может быть аспиранты даже есть у кого-то есть семьи а у кого-то эти семьи только будут созданы чего я вам от души желаю и желаю вам детей и побольше но вы знаете что в современном мире это запада к нам приходит но тем не менее есть такая форма заключение брака как брачный договор кстати говоря не думаю что это хороший способ организации семейной жизни потому что если люди вступают в брак то что они и собираются жить вместе и вести общее хозяйство детей иметь то наверное должны доверять друг другу но тем не менее жизненные ситуации разные и это тоже возможно это распространяется ну так вот даже люди которые еще имущество то не имеют хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге значит в современном мире когда речь идет об объектах которые стоят миллионы а может быть миллиарды ведь всегда где-то хоть как-то на протяжении длительного времени а это кстати говоря информация уже муссируется на протяжении более чем десяти лет так и лячу сейчас просто вот удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан и запустили это в интернет фильмы какие-то там видеопрограммы значит ну так вот ну хоть на протяжении десяти лет что-то должно было остаться хоть какие-то оформления каких-то земельных участков какие-то проводки финансовые ну хотя бы хотя бы какие-то оформления у нас нотариуса и там тоже следы должны остаться в нотариальных книгах в электронном виде вместо всего этого что ну вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем бутерфляй я так корявенько но иногда люблю так поплавать в каком-то бассейне где никогда не был я не знаю что это за бассейн но я так плавал когда и где в енисеи в 2016 году ну в таких случаях это это просто компиляция это монтаж выражаясь языком одного из известных наших персонажей нужно сказать скучно девочки ну хоть чего-нибудь там попридумали бы еще люди которые там упоминаются я кого-то знаю кто-то является моим приятелем бывшим коллегой какие-то дальние родственники какие-то знакомые есть люди которых я вообще не знаю которые там упоминаются вообще просто никогда их не видел в глаза не знаком с ними понимаю что им не очень хочется близко самой вставать потому что кто рядом не появится на того сразу санкции накладывает поэтому да кстати эти люди некоторые из них которых я хорошо знаю давно занимаются бизнесом еще до до встречи со мной знакомства со мной вот из всего что там я видел я заинтересовался только одним но не бизнесом не как бизнесом а как видом деятельности это виноделием вот очень очень хорошие деятельности мне кажется благородные там один из моих знакомых хороших со своим партнером партнер из жизни ушел уже его доля как мне известно досталась его сыну по наследству но вот они занимаются небольшим предприятием кстати говоря это так же тем отойду у нас вообще виноделие развивается неплохо тоже ведь деятельности хорошие может сельхоз вузах меня в этом смысле поддержит вот у меня мы закон приняли недавно очень хороший по этому поводу в этой связи не как бизнесом как видом деятельности я бы наверное когда-нибудь этим позанимался у меня советники есть борис титов который является владельцем права дюрсо крупная наша компания с хорошим с хорошим биграундом еще князю галитину по-моему это принадлежало все он у меня сейчас советник я когда работу закончу может я пойду работать советником к нему но не как бизнесмена как специалист хотя бы в области права сейчас повторяем закон приняли я в этом кое-что начинаю понимать но бизнес меня никогда не интересовал не потому что это плохо наоборот нет я считаю что очень благородное занятие если думать особенно о социальной стороне бизнеса о создании рабочих мест о достойной заработной плате о развитии отраслей экономики это очень здорово очень полезно но это не моё совсем некоторые мои коллеги ну например президент трамп он известный бизнесмен или бывший президент порошенко в украине он даже будучи президентом занимался бизнесом открывал офшорные компании счета в офшорах хочу закончить ответ тем с чего начал я не занимался этим никогда мне кажется этого достаточно можем вернуться к этой теме если это представляет интерес но можем перейти к следующему вопросу если у вас как у студента есть какие то вопросы связанные с вашей студенческой жизнью пожалуйста я готов вам ответить на у меня у меня пока что вопросов нет хорошо ладно так ну давайте дальше пойдем тогда Сорокина Лея Евгеньевна пожалуйста здравствуйте Владимир Владимирович меня зовут Сорокина Лея Евгеньевна я студентка шестого курса первого медицинского факультета крымского федерального университета помимо учебной деятельности активно участвую в общественной и научно-исследовательской жизни университета работаю в среднем медицинском отделе одной из клиник города симферополя а также в крупнейшей в Крыму центральной научно-исследовательской лаборатории молекулярной биологии мы все несомненно гордимся успехами наших российских ученых в сфере разработки вакцины от новой коронавирусной инфекции мы с моими коллегами в лаборатории также создали один из вариантов вакцины от ковид-19 для которой сейчас проводим доклинические испытания несомненно Россия в области генетики и микробиологии может стать лидером в сфере технологии в мире Владимир Владимирович на ваш взгляд для лидерства в сфере технологии достаточно нескольких крупных центров в стране или важно развивать науки о жизни однопременно в большом количестве университетов спасибо тема чрезвычайно важная и очень интересная я вас поздравляю тоже с выбором этой темы науки о жизни это вообще это просто захватывает но что хотел бы сказать что конечно даже в крупных я уже только что сказал об этом применительно к другой теме даже в крупных учебных научных центрах как бы провести подготовку специалистов по полному циклу практически невозможно очень сложно во всяком случае поэтому поэтому нам конечно нужна такая сетевая работа по всей стране и и в плане подготовки кадров и в плане взаимодействия специалистов между собой вот вы упомянули про вакцину значит и ваше учебное заведение ваш университет он тоже в числе одного из 13 наших научно-образовательных центров которые занимаются подготовкой вакцины несколько уже у нас зарегистрировано пользуется все большим и большим доверием и востребовано все больше и больше не только в нашей стране но и за границей и кстати говоря то что за границей востребовано это тоже нам на пользу не только для того чтобы там рынки какие-то захватывать что не вредно но самое главное что когда они там получают разрешение они ведь тоже проходят определенную определенную апробацию определенную проверку это тоже имеет значение и для нашего потребителя вот ну так вот я считаю что это чрезвычайно важно работать по всей стране у нас например сейчас создается три крупнейших мирового класса центров генетического исследования генетических исследований и так мы будем стараться выстраивать работу и по другим направлениям так что отвечая на ваш вопрос а у вас ваше учебное заведение с очень уважаемое учебное заведение с очень хорошим с хорошей историей и с высококлассными преподавателями думаю что мы будем действовать именно таким образом что в вашем вопросе уже как то есть и какой то подтекст связанный с ответом без всяких сомнений будем стараться работать по всей стране в одном центре или в двух-трех подготовить нужные нам кадры или решить определенную задачу невозможно мы так и выстраиваем свою работу так и будем делать дальше спасибо большое спасибо вам вам успехов очень важно а вы кстати говоря в качестве вот у вас вы какой курс на каком курсе 6 курс выпускной заканчиваете выпускной а где собираетесь работать а где собираетесь работать а хочу продолжить обучение в ординатуре по специальности аллерголог иммунолог также не заканчивать свою научную стезю и продолжить обучение в дальнейшем в аспирантуре ну и конечно же развить биотехнологическое направление наверное не только в рамках республики крым но и в рамках российской федерации ну вы знаете что вот это направление оно конечно оно высокотехнологичное связано с это научное направление сегодня интересное но оно и коммерциализируется неплохо поэтому здесь есть над чем заниматься и в науке и на наших крупных предприятиях на в крупном бизнесе очень перспективное чрезвычайно интересное дело я желаю вам успехов всего хорошего так пожалуйста коллеги кто еще юрий данилович еременко да здравствуйте прошу прощения ефременко не обижайтесь пожалуйста ну ладно не сердитесь на меня ефременко прошу вас меня зовут ефременко юрий я студент первого курса магистратуры механика математического факультета и бакалавриат я закончил здесь же сейчас параллельно с учебой я работаю в международном математическом центре в новосибирском академгородке куда я был устроен по программе трудоустройства выпускников в двадцатом году это хорошая возможность для того чтобы как можно раньше начать заниматься серьезными исследованиями и наукой также эта программа позволила привлечь больше молодежи в науку в прошлом году однако мои товарищи которые закончили университет раньше меня такую возможность не получили хотя они точно так же хотят заниматься наукой в нашем академгородке и в будущем защищать дети диссертации в связи с чем у меня вопрос планируется ли продление программы трудоустройства в двадцать первом году и возможно ли ее расширение например трудоустройство выпускников не одного а последних двух трех лет спасибо да юрий данилович да юрий данилович да действительно у нас ну ситуация на рынке труда у нас улучшается вот за последние за последние месяцы но она еще остается на мой взгляд напряженный потому что в целом безработица увеличилась с четырех семидесятых до трех до шести с лишним шести там и шести по моему процентов сейчас где-то уже пять и девять пять и девять то есть снижение идет уровня безработицы но перед правительством стоит задача задача выйти на ближайшее время на докризисный уровень допандемийный уровень так скажем и судя по тенденциям которые сейчас мы наблюдаем в экономике это такая задача абсолютно реалистична мы будем работать над этим и дальше но та сфера которой вы занимаетесь безусловно является специфической особенной во первых это так здорово что у нас есть люди такие молодые специалисты как вы которые приходят в науку тем более математику которой мы всегда традиционно гордились я надеюсь что вы дадите нам еще не один повод гордиться этим в будущем мы в прошлом году направили на поддержку таких специалистов как вы с тем чтобы они могли устроиться как правило в своих учебных и научных центрах где они учатся проходят подготовку около полумиллиарда рублей 400 по-моему там 80 что ли где-то в этом районе миллиардов рублей я нисколько не сомневаюсь что эта работа должна быть продолжена и для того чтобы нам молодых специалистов закреплять на местах и помочь вузам этих специалистов не потерять не потерять поэтому мы сделаем все для того чтобы эта программа была продолжена спасибо вам успехов вы вы я вот всем другим коллегам задаю этот вопрос и вам хочу такой вопрос задать вы какой занимаетесь сферой деятельности математики что вот что вы для себя там видите вы слышали наверное о том что есть инициатива создания второе еще одного центра международные мероприятия мы планируем провести крупные в этой сфере вот вы как к этому относитесь и что вы для себя видите в качестве будущего ну в качестве будущего занятия наукой в нашем академгородке в академгородке будете работать да ну либо в институте математики либо вот в математическом центре и там и там есть интересное направление которым можно заниматься так что возможность есть я другим нашим коллегам которые сейчас на связи хочу сказать что на первый взгляд кажется что это носит чисто умозрительный характер занятия математикой и не имеет никакого прикладного значения это совсем не так если у нас не будет таких вот таких специалистов как Юрий Данилович то у нас не будет никаких успехов в прикладных областях это совершенно очевидно это все все прекрасно понимают поэтому я вот я старался и раньше обращать на это внимание с дополнительными значит силами этим займусь имея в виду что совсем недавно вот с вашими коллегами в том числе в Сарове это обсуждали и приняли решение создать на на базе этого центра в Сарове еще один крупный центр в том числе связанный с развитием математики с привлечением МГУ и других наших ведущих вузов и учреждений этого профиля а вам желаю успехов вам и вашим коллегам спасибо за то что вы выбираете такую такую на первый взгляд очень сложную и для непосвященных людей мало применимую в реальной жизни стезю но чрезвычайно важную для укрепления позиции России как самодостаточной и высокоразвитой в научном плане и в технологичном плане страны успехов хочу вам пожелать спасибо спасибо вам пойдемте дальше пожалуйста Ангелина Вячеславовна Спиридонова это Приволжский Федеральный Университет Добрый день Владимир Владимирович Ангелина Спиридонова студентка первого курса магистратуры Института физики Казанского Федерального Университета большое спасибо вам за поздравления и открытое общение со студентами ситуация с карантинными ограничениями показала что получить теоретические знания сегодня в принципе возможно и за счет онлайн ресурсов однако для того чтобы овладеть практическими навыками по нашему мнению необходима особая инфраструктура университетов во время практик на реальных производствах даже в отсутствии коронавируса студенты инженерных специальностей чаще всего не имеют возможности принять непосредственное участие в производственном процессе а пандемия лишь усугубила ситуацию так как многие предприятия просто закрыли двери перед практикантами в то же время ряд студентов нашего казанского федерального университета обучается по программе двойных дипломов совместно с партнерским университетом Японии в котором мы познакомились с моделью инженерного образования Моно Цукуре оказалось что это целая философия полного инженерного цикла от формирования идеи будущего инновационного решения до утилизации отработавших изделий и приборов японские студенты имеют свой технопарк при университете в котором они выполняют различные интересные проекты на технологичном оборудовании в связи с этим у меня вопрос возможно ли создание таких студенческих технологических мастерских своеобразных университетских технопарков у нас в России при поддержке государства мы считаем что это может стать эффективным инструментом высшего инженерного образования спасибо если я правильно понимаю это этот технопарк находится в осыке да это не конкретный технопарк это модель самого образования когда университеты или любые предприятия продумывают все от самой идеи как может быть решена данная проблема до утилизации уже отходов которые будут после производства и после самого проекта в том числе и в осыке применяется да но по-моему вот то о чем вы сказали это находится как раз в осыке я почему об этом говорю потому что осыка город по братьям петербурга а в принципе у меня были регулярные контакты с коллегами из осыки а потом я когда работал в университете если вы знаете я работал в ленинградском университете помощником ректора ленинградского университета по международным связям мы тоже поддерживали очень активно связи с партнерами в очень многих странах и это очень хороший способ не только обмениваться и сообщать о своих результатах но и знакомиться с лучшими практиками мировыми практиками подготовки специалистов вот такой способ подготовки о котором мы сейчас сказали чрезвычайно важен и и и очень интересен как как опыт как вы знаете мы развиваем и детские студенческие технопарки по всей стране прямо примитивно в вузах совершенствуем совершенствуем базу соответствующую лабораторную и так далее но на у нас по моему нет пока такого опыта чтобы полного цикла технопарк был при вузе но в целом это хорошая хорошая практика надо на нее посмотреть надо посмотреть на финансовую сторону этого дела нужно активнее конечно привлекать соответствующую производственную базу тех наших крупных компаний предприятий которые являются реципиентами значит рабочей силы если так позволено будет сказать из наших ведущих вузов ну и вообще из системы образования чтобы вот это практическое освоение будущего производственного пространства оно шло параллельно с с обучением в учебном заведении в данном числе в данном случае высшее учебное заведение ну вот могу порадовать вас наверное принять соответствующее решение прошу ускорить его реализацию о том чтобы допускать студентов старших курсов и аспирантов высших учебных заведений допускать их к работе на оборудование в самих высших учебных заведениях где эта база уже создана и функционирует но вот то о чем вы сказали это отдельная тема это нужно отдельно посмотреть посчитать в том числе эффективность и материальные затраты но само по себе сам по себе опыт хороший посмотрим спасибо спасибо за то что дали подбросили такую идею так пожалуйста софья ивана морозова да добрый день владимир владимирович меня зовут софья морозова я студентка первого курса института международных отношений казанского федерального университета для начала позвольте вас поблагодарить за сегодняшнюю онлайн конференцию ведь как нам известно это редкий случай когда у студентов есть возможность побеседовать с главой государства поделиться проблемами задать вопросы для нас это правда очень важно спасибо вам за это и перейду к своему вопросу он на насущную достаточно тему как известно даже не заинтересованных людей не обходит стороной поток информации о недавних о недавних волнениях в ряде регионов и в некоторых городах нашей страны и не осталось незамеченным внимания со стороны молодежи в данном вопросе как в социальных сферах и в соцсетях так и в реальной жизни ведь это общеизвестный факт что молодым людям свойственно выражать свое мнение на любой вопрос и эта тема не стала исключением как вы бы прокомментировали данную ситуацию что вы думаете по этому поводу заранее спасибо вам спасибо за вопрос я уже много раз сказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках которые предусмотрены законы все что выходит за рамки закона не просто контрпродуктивно а опасно у нас в истории нашей страны неоднократно мы сталкивались ситуациями когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общество и государство от которой страдали не только те кто раскачивали государство и общество но и те люди которые к этому имели никакого отношения так было после первой мировой войны в результате октябрьской революции сколько потом какими благими намерениями руководствовались люди которые которые раскачивали российскую империю и к чему это потом привело сейчас не буду перечислять или в 90-е годы когда все было казалось бы так плохо что хуже не будет нет после крушения советского союза стало настолько хуже что никому и в голову не могло прийти что это возможно я уж не говорю об утрате геополитических позиций большой россии но уже и в жизни конкретных людей экономика развалилась армия развалилась правоохранительная сфера медицина все все рухнуло и люди прошли через тяжелые испытания гражданской войной фактически которая была развернута международным терроризмом на кавказе вот все можно делать но не выходя за рамки закон ну вот смотрите что в штатах произошло вот толпа захватила парламент у нас был момент когда стреляли по парламенту в москве в центре москвы молодые люди этого даже не знают стреляли из танков прямо прямой наводкой по зданию парламента и это было не так давно но молодые люди совсем если школьники такая они для них это они это не видели не слышали для них это все равно что нашествие наполеона на москву в 1812 году так далеко они даже не чувствуют этого ничего но люди повзрослеть должны это знать должны помнить и ни в коем случае особенно ответственные люди ни в коем случае этого не должны допускать вот в вашингтоне захватили парламент что с этими людьми делают как сказал один из руководителей фбр у нас длинные руки всех достанем всех поймаем всех посадим от 15 до 25 лет как за внутренний терроризм но они что они же тоже вышли с политическими основами но за рамками закона почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено нет а тем более ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних ведь так террористы так поступают когда впереди себя гонят женщин и детей здесь немножко как бы фокус смещается но по сути это то же самое поэтому еще раз хочу сказать все люди имеют право а на политическую деятельность на выражение своего мнения на продвижение своего мнения в общественном сознании но в рамках закона также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы они тоже должны выполнять свой долг служение народу россии и государству но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона надеюсь что нам удастся таким образом и делиться дальше спасибо спасибо так ну давайте мы потихонечку будем заканчивать кстати говоря вот все события подобного рода о которых я сейчас говорю никто не должен прибегать к ним стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели особенно в сфере политики так политика не делается во всем случае ответственная давайте евгений александрович скурихин нижний новгорода добрый день добрый день владимир владимирович меня зовут евгений скурихин я являюсь студентом пятого курса нижегородской консерватории имени михаила ивановича глинки факультет народных инструментов я считаю что студенты творческих вузов готовы и хотят принять участие в мероприятиях года науки и технологий объявленном в российской федерации насколько известно последнее время синтез науки и искусства переродился в самостоятельное направление такое как science art учитывая большую заинтересованность студенческих сообществ творческих вузов в расширении границ искусства как одного из инструментов визуализации научных открытий а также популяризации научного знания хотелось бы принять участие в подобного рода мероприятиях насколько нам известный средств массовой информации на данный момент календарь года науки находится в стадии разработки скажите Владимир Владимирович включение подобных мероприятий в план года науки и технологий планируется спасибо ну вот год науки и технологии мы объявили этот год в россии именно в знак уважения нашим ученым инженерным школам на машине инженерам трудами которых в том числе и трудами которых россия занимает те позиции которые которые которыми мы гордимся сегодня нам есть чем гордиться на год науки и технологий призван пропагандировать благородный труд наших ученых специалистов и инженеров которые работают в соответствующих областях знаете я уже упоминал об этом мне когда-то Данил Александрович Гранин наш выдающийся выдающийся наш писатель когда был жив буквально за несколько дней до того как он ушел из жизни сказал что мы слишком мало уделяем внимание пропаганде в хорошем смысле слова пропаганде науки и научной деятельности технологического развития инженерного дела и просил и меня просил лично уделить этому больше внимания так и сказал вот вы лично должны этим больше заниматься мы должны видеть и слышать вашу позицию по этим вопросам вот мы следующий год объявили годом науки технологии конечно для того чтобы вот эта работа шла наиболее наиболее эффективно без привлечения без привлечения людей творческих специальностей писателей писателей журналистов музыкантов музыкантов тоже в том числе потому что многие наши фильмы которые пропагандируют пропагандировали раньше научную деятельность инженерную деятельность творческую деятельность вообще они вносили очень серьезный существенный заметный вклад в то чтобы донести до сознания зрителя и слушателя до наших граждан всю важность того чем занимаются наши ученые и специалисты в области инженерного дела поэтому вот сейчас когда мы будем как вы сказали дорабатывать этот проект этот план работы безусловно надо будет учесть то что вы сказали нужно пошире привлекать специалистов творческих профессий то что вы сейчас подняли этот вопрос я уже вам за это уже благодарен спасибо большое будем делать хорошо а вы а вы чем будете заниматься вот когда вы закончите закончите государственную консерваторию да в консерватории учиться вас специальность какая моя специализация концертные народные инструменты баян также я учусь на факультете дополнительного образования по специализации оркестровое дирижирование в данный момент я уже работаю мы с вами коллеги я когда был совсем пацаном меня мама с папой так продвигали направление умение играть на баяне я немножко умел это делать ну правда с тех пор уже много времени прошло но 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 это не прошло бесследно потому что все это имеет значение все это имеет значение и любое любое воспитание особенно в этой сфере музыкальное оно благотворно отражается на на развитие человека вообще поэтому поэтому у вас очень хороший выбор близкий к народным инструментам в то же время если речь о дирижировании так понимаю что здесь очень широкие просторы для творческой деятельности я хочу пожелать вам успехов спасибо большое так сильнее Валентина Владимировна Русяева пожалуйста Добрый день я Руся Валентину учусь на четвертом курсе по специальности биоинженерии и биоинформатика национального исследовательского мордовского государственного университета как победитель Всероссийской олимпиады школьников по биологии я могла поступить практически в любой вуз по упрощенной программе однако зная какие условия предоставляет мордовский университет и какое материально-техническое оснащение на факультете биотехнологии и биологии я решила получать высшее образование в родном Саранске сейчас я активно занимаюсь наукой и являюсь руководителем студенческого научного сообщества биорайз сегодня в нашей стране проводится много различных профессиональных конкурсов конкурсов социального проектирования и прочих однако отсутствуют конкурсы по поддержке студенческих научных объединений таких как студенческое конструкторское бюро студенческие общества и кружки знаю что раньше это направление поддерживалось через реализуемый Минобранауки России программу развития деятельности студенческих объединений около трех лет назад она была трансформирована и ее вектор сместился на социальные проектирования и в связи с этим хотелось бы уточнить есть ли какие-то планы по поддержке студенческих научных объединений учитывая что 2021 год вами объявлен годом науки и технологий мне кажется организация таких мер поддержки стала бы хорошим стимулом для развития студенческой науки спасибо вот Валентина Владимировна я честно говоря не знаю если такие планы но если их нет их надо будет хоть каком-то в общем виде обозначить потому что действительно в год науки и технологии без всяких сомнений нужно обратить внимание на такие скажем тоже творческие коллективы как научные научные студенческие группы а вы там чем занимаетесь Валя ну мы проводим различные семинары и практические занятия для студентов младших курсов первых и вторых курсов помогаем им реализовывать какие-то их идеи например на нашем факультете сама я занимаюсь разработкой новых материалов на основе микробных полисахаридов в том числе различных ранозаживляющих например материалов здорово очень востребованно интересно я услышал ваш вопрос и постараюсь на него отреагировать в практическом плане в контактах с коллегами в правительстве в администрации обязательно поставлю перед ними задачу чтобы так или иначе была отмечена и поддержана деятельность научных студенческих объединений таких как ваш биорайз а вам хочу пожелать успехов спасибо вам за вопрос так пожалуйста уважаемые друзья коллеги есть ли что-то еще что осталось за рамками нашей сегодняшней беседы нашей сегодняшней встречи но что на ваш взгляд представляет интересы что вы хотели бы обсудить если есть такое то пожалуйста просто назовите себя поднимите руку да пожалуйста прошу вас да да пожалуйста здравствуйте тимур мананов студент уфеминского университета вот я сам олимпиадник я выпускник сириуса хотел бы сказать вам большое спасибо за сириус сейчас я наставник проектов сириус лето и мы с нашими ребятами студентами занимаемся подготовкой школьников к олимпиаде и под руководством народу училия россии Лиза Кямовна Агадулина которую в Кремле получила из ваших родных наград установили абсолютный рекорд за последние 20 лет но есть проблема в том чтобы эти проекты со школьниками реализовывать потому что если школьники из разных регионов из разных районов нашей республики всех собрать вместе на лабораторной базе удается только не систематически и вот мы обратили внимание на то что существуют специализированные учебно-научные центры при классических научно-исследовательских вузах таких как Московский университет новосибирский урфу имени Ельцина при этом не существует таких центров солнц при прикладных вузах и мы считаем что вот может быть было бы интересно рассмотреть такую инициативу создание такого солнц на базе прикладного университета вот например нашего уфимовского университета не фундаментального а именно прикладного значения как например химико-технологический да это будет первый солнц в нашем федеральном округе и самое главное первый солнц при вузе специализированном вузе спасибо чем он конкретно мог бы заниматься вот конкретно как вы видите его работу конкретно я вижу это как интернат который будет помогать школьникам решать задачи из области в том числе то что вы говорили недавно да олимпиады олимпиады большие вызовы конкурса проектов и в рамках классического олимпиадного движения именно систематически и специализированно потому что у нас сейчас существуют такие школы которые как бы много профилей охватывают да и не всегда понятно чем именно там люди занимаются и вот я считаю что создание узко специализированных направлений было бы очень полезно и вот надо сказать что это вопрос именно к федеральной власти я так считаю потому что университет это все-таки федеральное учреждение и вот региональными силами мы рассматривали варианты да ну просто не существует прецедента передачи регионального учреждения вот федеральное видение поэтому я думаю что может быть стоит рассмотреть такой вопрос я правильно понял вас и хорошо ли я услышал вы предлагаете создать при вашем учебном заведении интернат да совершенно верно специализированно научный центр да но интернат это значит должно быть условие для проживания детей там да постоянного проживания вне семьи значит нужно создать там отдельный преподавательский состав создать необходимые условия для того чтобы там дети в данном случае жили и учились да ну наверное это можно сделать надо подумать только надо посчитать сколько это стоит а посчитать сколько детей там сможет учиться ведь приехать в интернат оторваться от семьи это это отдельная тема но смотрите даже сириусе про которую вы сейчас сказали о котором вы упомянули спасибо большое что вы о нем так по-доброму отозвались действительно я считаю это ну своим детищем значительной степени потому что я его не только придумал но и способствую его развитию но даже там ведь мы пошли по какому пути мы стараемся там где это возможно оставить талантливых детей в местах их проживания не оторвать их от семей но и там где уже для ребенка невозможно создать для талантливого перспективного ребенка невозможно создать необходимых условий для того чтобы дать ему качественную или высококачественную подготовку только сейчас начинается процесс создания интерната при сириусе поэтому этот процесс непростой но но конечно он востребованный давайте я поручу коллегам в администрации для начала чтобы они проработали с вашими руководителями вашего вуза и с министерством соответствующим министерством высшего и среднего образования мы подумаем дело даже сейчас не в деньгах для этого благородного дела мы в таком объеме который я себе представляю деньги найдем важно грамотно качественно организовать эту работу спасибо за идею хорошо так пожалуйста что еще что еще все будем заканчивать ну что же я хочу вас всех поблагодарить за сегодняшнюю встречу еще раз вас и всех студентов всех учащихся россии поздравить с праздником татьяне днем и безусловно еще раз хочу всем пожелать успехов жизненных и профессиональных будьте счастливы и здоровы спасибо